В связи с проблемой понимания возникают некоторые новые элементы того, что касается философии сознания. Давайте с этим немножко разберемся. Я как бы сделал только маленькое сообщение, потому что это требует дальнейшей разработки. Тема эта достаточно сложная. Получается, что структура сознания выглядит достаточно сложно. Но прежде всего давайте разберемся с такой проблемой. Дело в том, что есть наше Я. И каждый из нас понимает, Я это является некий указатель на самого себя. Каждый из нас понимает, что это означает. Но возникает проблема следующего свойства. Дело в том, что для того, чтобы в нашем внутреннем опыте существовала такая возможность, как внутреннее проживание времени. Для того, чтобы была возможность внутреннего проживания времени. И для того, чтобы, когда мы проживаем время, мы не уходили. Нас этот опыт не захватывал. Мы не исчезали. Мы не оказывались полностью ушедшим в этот опыт. Для того, чтобы этот опыт как бы совершался параллельно нашему самоощущению Я. Для этого необходимо присутствие некоторой системы отчета, относительно которого это проживание осуществляется. Это связано... Это можно пояснить на примере того, как осуществляется всякое движение. Для того, чтобы было возможно движение, необходимо, чтобы с одной стороны существовало нечто, что стоит. Некая система отчета. Система отчета нужна не для того, чтобы мерить это движение, а для того, чтобы мы понимали на самом деле, что для того, чтобы что-то двигалось, надо, чтобы что-то стояло. Если нет ничего, то, что стоит, тогда движения как бы нет, потому что мы вместе с этим движением просто исчезаем в потоке. Для того, чтобы мы, когда в нас осуществляется некое внутреннее проживание, для того, чтобы мы с этим проживанием не сказали, для того, чтобы это проживание было как бы для нас. То, что совершалось бы в нас для нас. Для того, чтобы надо, чтобы что-то стояло, и тогда относительно этого стоящего во времени, да? Стоит во времени. Время стоит во времени. Тогда относительно этого стоящего во времени, чего-то, да? Все остальное двигалось бы. Вот если взять, ну и можно просто это пояснить на примере пространственного движения. Вот если мы в пространстве, нечто движется, для того, чтобы мы это движение могли наблюдать, мы должны как бы встать и стоять. Если мы стоим в пространстве, то относительно нас остальное движется. Если есть нечто движущее, то оно движется, потому что мы стоим. Но если мы будем двигаться вместе с этим движением, если мы с равной скоростью будем двигаться относительно чего-то движущегося мимо нас, то это то, с чем мы движемся одновременно, оно будет стоять. И поэтому я и говорю, что для того, чтобы внутреннее проживание времени было возможно, и для того, чтобы мы не увлекались этим проживанием, и чтобы оно вообще было в нас, надо необходимо, чтобы что-то стояло во времени. Так вот этим то, что стоит во времени, является сознание. Сознание, если исходить из внутреннего опыта. Конечно же, если брать этот разговор с внешней позиции, сознание представляет собой нечто внутри человека. И человек движется во времени, поэтому сознание вместе с человеком движется во времени. Но если исходить из постановки вопроса внутренней, если исходить из сознания, то сознание стоит во времени. Во времени. Теперь у нас получается, что сознание находится вне времени. Оно в нем стоит. Относительно настоящего времени сознания все остальное движется. Некие процессы, которые происходят в нашем теле, процессы, связанные с эмоциями, переживаниями, просто какие-то проживаниями, да? Ну, многочисленные какие-то процессы, они движутся во времени. Потому что сознание стоит, и поскольку оно стоит, все остальное движется. Да? И получается, что для того, чтобы существовало это проживание во времени, необходимо сознание. То есть, сознание... То есть, получается, субъект должен выглядеть следующим образом. Он, с одной стороны, должен покоиться на сознании, да? А с другой стороны, как бы опираться на проживание. То есть, он должен представлять собой такой диполь. Диполь, да? Что, с одной стороны, свое, он должен быть сознанием, потому что он должен как бы не увлекаться этим движением, да? То есть не увлекаться в том смысле, что не быть захваченным этим движением так, чтобы исчезать в этом потоке. Хотя на самом деле, если переживания оказываются очень сильными, какие-нибудь там катастрофически сильными, то мы как бы сознание вообще темнее, полностью увлекаемся этим переживанием и уходим там, теряем сознание, можно так сказать, когда переживания слишком сильные. Но в нормальном состоянии я связь с сознанием не теряет, и вот оно, сохраняя связь с сознанием, может относительно сознания проживать и не увлекаться всеми этими переживаниями и эмоциями. Они как бы двигаются относительно сознания, за которое я как бы держится, поскольку сознание хочется мне времени. И вот это одна функция сознания. То есть сознание обеспечивает я, внутри я, вот такую функцию, как внутреннее проживание времени. Это внутреннее проживание времени существенно для того, чтобы мы могли соотноситься с такой характеристикой мира, как временность. С другой стороны, как я показал в докладах, посвященных пониманию, сознание играет огромную роль в понимании. То есть, первое, я написал, что сознание играет роль в конституировании такой вещи, как внутреннее проживание времени. Ну или, как говорится, внутреннее сознание времени. Сознание времени. Времень. Потому что внутреннее сознание времени только потому и возможно, что сознание остается само себе равным, а относительно этого сознания движется нечто в нашем теле. Некие эмоции, проживание и переживание. Это первое. А вторая функция сознания состоит в том, что оно обеспечивает понимание. Почему оно обеспечивает понимание? Понимание, как я уже говорил, есть некая редукция. Редукция пространственно-временных характеристик. Характеристик объектов, предметов. Предметов, да? Характеристикам пространственных. К схеме. Ну, мы это много обсуждали, я на двух докладах это обсуждал. Но эта редукция, на самом деле, является чем-то случайным, да? Как если бы просто мы время не понимали, а понимали пространство. На самом деле это связано с тем, как работает сознание. В сознании есть нечто пространственное, поскольку оно вне времени, да? То оно, а как оно остается равным самому себе? Оно как бы закреплено с пространством, да? Сознание нечто пространственное. Нечто пространственное. Но не в том смысле, что сознание является характеристикой пространства. Скорее просто сознание представляет собой некую структуру, да? Вот некое развлечение, как я говорил. Внутри сознания можно различить, взять объект как целостность, да? Во всех своих моментах. Ну, давайте это как бы подробно опишем. Что дает нам сознание? Почему? Я уже много раз говорил о том, что сознание является пониманием, является, если брать Камповскую схему, способностью суждения, да? И эта способность суждения обеспечивает нам дальнейшее движение от содержания восприятий к знаниям, которые даны в мышлении. Ну, в рассудке. Что нам дает сознание? Почему сознание через понимание? Понимание. Что делает? Во-первых, оно берет объект сразу, сразу, целиком, да? Во всех своих моментах. Это и есть то, что мы говорили в схеме, да? Вот схема представляет, как бы, вот объект, сразу данный, вот как нарисованная на этой доске, да? Вот он сразу дан. И мы можем это... И раз поскольку он сразу дан, то мы можем им оперировать. А раз мы можем им оперировать, то отсюда возможна дальнейшая символизация. Символизация и, как бы, категоризация. И третье. В сознании есть способ, каким вообще существуют схемы, да? Оно есть нечто пространственное. Пространственное. И тем самым, как бы, благодаря тому, что оно является нечто пространственное, мы вообще можем фиксировать такие вещи, как схемы. Фиксировать схемы. Схемы в пространстве. Тут можно поставить такой опыт. Представим себе, что вот это вот сознание, ну, как бы я, да? И вот оно открыто в мир, да? Оно видит некий горизонт. Вот горизонт. То, что оно видит. Горизонт. И вот в этом горизонте какие-то объекты, вот они там на его горизонте там появляются, да? И двигаются. Для того, чтобы понять, что значит, что сознание прямо является чем-то пространственным. Как я говорю, сознание спроектировано на мир, да? Оно в каком смысле спроектировано? Оно просто как бы наложено на пространственные характеристики самого мира, Оно является чем-то пространством и само спроектировано на мере, как некое пространство. Вот, допустим, мы берем и можем перед собой поставить просто стеклянную... Ну, какую-то стеклянную... Допустим, посмотреть в окно. Мы смотрим через окно, поставим перед собой нечто стеклянное, какую-то стеклянную доску. И на этой доске сквозь стекло мы видим очертания объектов, которые наблюдаются в горизонте. И вот отмечаем их здесь, прямо на этой доске. Один, второй, третий. Вот они все. На самом деле, то, что я нарисовал, если теперь эту доску развернуть, да, развернуть к нам лицом. Вот наши, как бы, нарисованные очертания объектов. На самом деле, мы уже здесь тем самым, прямо в самом опыте, да, в самом опыте лицезрения, в самом опыте открытости. Это опыт открытости. Мы уже в самом опыте видим саму схему. То есть, я почему предложил поставить здесь стекло? Для того, чтобы понять, что уже в самом опыте восприятия, просто в самом опыте открытия, уже присутствует схема. Потому что, когда мы вот так вот на стекле чертим очертания каких-то объектов, то мы можем говорить о том, что между ними какие-то расстояния. Они как-то себя ведут, допустим, по каким-то движутся траекториям. Они как-то, например, сталкиваются или как-то связаны. Иначе говоря, уже многообразие различий, да, и многообразие их отношений, и то, что называется схема, да, уже присутствует прямо в самом восприятии. То есть, мы всегда как думаем, что схема находится как-то где-то там в голове человека, да, она как-то мыслится. На самом деле нет, схема уже присутствует прямо в самом, в самой открытости сознания. Сознание уже открыто, и прямо внутри сознания присутствует эта схема. Она как бы есть те самые, вот как у меня есть очки. Вот эти очки, вот они уже вот здесь есть. И для этого достаточно проделать просто простой опыт. Поставить перед лицом это стеклянное, нечто стеклянное какое-то, стеклянное, смотреть через стеклянное окно или через стеклянную дверь, и на самом этом стекле просто чертить, очертание отдаленных предметов. И прямо на самом этом стекле разбирать, что происходит вдалеке, допустим, как эти объекты ведут друг к другу. То есть, иначе говоря, сам схематизм, о котором я говорил, который участвует в понимании, он не есть нечто произвольное и случайное, что нечто придуманное. Он и есть просто, на самом деле, необходимая структура самого сознания. Само сознание схематично, оно вот, оно вот как-то, оно так и работает. Уже в самом своем открытости сознание уже есть нечто, что спроектировано на мир. Вот она, вот эта схема, вот она присутствует в любом его моменте. Мы уже живем в схематической некой реальности. Живем в том смысле, что в этой реальности мы сознаем. И можно либо отрефлектировать эту схему, на которую мы на мир смотрим. Вот любой из нас является таким я, который так вот открыто на мир, и который смотрит на мир через некоторую схему. Схема эта всегда есть. Эта схема, если брать самую, как я говорил, схему с самой высокой разрешающей способностью, самую богатую схему, это схема языка. Мы всегда смотрим на мир через язык. Мы, конечно, видим, конечно, объекты, но на самом деле с этими объектами мы имеем соприкосновение только через язык, через схему. Мы можем строить свои какие-то другие схемы, которые имеют большую... На самом деле эта схема языка, она находится прямо, если можно так выразиться, прямо у самих объектов. Эта схема языка почти спроектирована на самих объектах. В общем, между объектами и схемой языка очень трудно поставить, соотнести различия. Еще ближе вот сюда, к нам, тем схема является более абстрактной и абстрактной. Некоторые схемы мы можем осознавать и рефлектировать, потому что они просто простые. А некоторые схемы, как 7 языка, мы ничего с ними сделать не можем, отрефлектировать их не можем. Мы просто в ней живем и все. Мы понимаем разницу между языком, конечно, и тем, что язык выражает. Но, тем не менее, ничего с этим сделать не можем. Мы не можем стать между языком и тем, что представляет собой мир. Более того, на самом деле мир уже структурирован для нас. То есть структурирован в некотором порядке. И боюсь, что этот порядок, на самом деле, так или иначе, связан с тем порядком, который существует также и в языке. Вот такое понимание сознания на сегодняшний момент. То есть сознание представляет собой достаточно сложную структуру. И оно, как я говорил, играет две ключевые функции существенные. Во-первых, обеспечивает нам внутреннее проживание. Времени или внутреннее сознание времени. А с другой стороны, она является основой того, что называется понимание. Причем она является основой в существенном плане. Просто она и есть, собственно, то, что понимает. Почему? Потому что сознание – это и есть пространственное. Само сознание – это и есть основа любой схемы. Теперь можно к этому вопросу также отнестись с позиции не философской, а с позиции эволюционной. Представим себе, что в мире есть некое нерасчлененное вместилище. Нерасчлененное. И какому-то субъекту, ну, допустим, это человек, да, надо в этом мире сориентироваться. Каким образом он должен в этом мире ориентироваться? Он должен так приспособиться в этом мире и приобрести такие навыки и способности, чтобы мочь в этом мире действовать и действовать успешно. В этом вместилище существуют две характеристики – это пространственность и временность. Ну, а то, что эти две характеристики существуют, мы знаем сейчас, да, после того, как эти характеристики мы уже отрефлектировали и поняли, что они существуют. Ну, допустим, субъект об этом не знает, но для того, чтобы сориентироваться, этот субъект должен что-то предпринимать. Ну, прошла какая-то эволюция. И субъект приспособился, приспособил в себе способность, с одной стороны, фиксировать пространство, с другой – временность. Как он фиксирует пространство? Пространство он фиксирует с помощью сознания. Потому что сознание, как я уже говорил, стоит во времени. Временность он фиксирует с помощью проживания. Проживание. Причем это проживание существенно с позиции того, что сознание стоит во времени, а проживание движется. Проживание движется во времени относительно сознания. Иначе говоря, существо должно было приспособиться к двух характеристикам. Каким-то образом выработать некий способ проживать время, да, и это существенно, чтобы в этом времени ориентироваться. Если у нас не было способа проживания времени, как мы могли бы понять, что такое время? И выработать некую способность, чтобы соотноситься с пространством. Такой пространственной характеристикой является сознание, а временной характеристикой является проживание. Причем это проживание опирается, как я уже говорил, на то, что сознание стоит во времени. Вот такое некий завершение, как бы связанное с этим, с пониманием, каким образом, с биологической точки зрения, почему бы вообще выработалась у нас такая вещь, как сознание. Спасибо.